Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Карачаева-Черкесия». События четверга в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Карачаево-Черкесии продлили школьные каникулы. На совещании оперштаба глава республики Рашид Тимрезов озвучил решение по недопущению распространения коронавируса. Я очень рад за себя, за своих коллег, за ребят, что вы получили такую высокую награду. Студенты-медики в период первой волны пандемии активно помогали медицинским работникам. Больше хаотичных строек не будет. А земли округа, находящиеся в аренде и не пользующиеся по назначению, будут изъяты. Первостепенные задачи нового градоначальника Альберта Даттаева. Для каждого региона своя модель. Вязаные шапочки Карачаева-Черкесии покоряют российский рынок от моря Черного до Чукотского. Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов подписал указ об усилении ограничительных мер. На совещании с членами оперштаба и главами городов и районов Рашид Тимрезов озвучил принятые решения, направленные на недопущение дальнейшего распространения инфекции для сохранения здоровья и жизни граждан республики. Итак, со 2 ноября у школьников Карачаева-Черкесии начинаются двухдневные осенние каникулы. Рекомендовано также и студентов вузов и СУЗов временно перевести на дистанционное обучение. Со 2 ноября всем работодателям необходимо организовать перевод не менее 30% работников на удаленный режим работы с сохранением заработной платы. При этом для лиц старше 65 лет сохраняется режим самоизоляции. Также на 2 недели включительно приостанавливается деятельность залов торжеств по организации свадеб, корпоративных, поминальных и иных массовых мероприятий. Именно такие мероприятия не раз становились очагами распространения болезни. Глава поручил Минздраву обеспечить выдачу бесплатных лекарств амбулаторным больным. Также поручил увеличить количество рейда в общественном транспорте. Хотя на протяжении последних нескольких недель мы видим такую некую стабильность, но все равно и выявляемость высокая, ежедневный прирост от 85 до 90 человек, это очень много. Это в принципе то, что у нас было в мае-июне текущего года, когда мы впервые с этим столкнулись. Ну и в принципе цифры достаточно высокие, общее количество заболевших растет во всех, без исключения городах и районах. Сегодня в парламенте Карачаева-Черкесии состоялась очередная 16-я сессия. Депутаты рассмотрели более 20 вопросов. Внесены изменения в законно-республиканском бюджете на 20-й и на плановый период 21-22 годов. Установлена величина прожиточного минимума пенсионеров Карачаева-Черкесии на следующий год в размере 8 920 рублей. Результаты депутата парламента внесли изменения в закон об ограничении на территории республики розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и об административных правонарушениях. Спикер Александр Иванов в связи с распространяющейся инфекцией COVID-19 призвал депутатов быть в тесном контакте с жителями республики по вопросам взаимопомощи. Продолжать вести разъяснительную работу среди населения по соблюдению всех мер безопасности. Давайте призывать соблюдать масочный режим на своих территориях, в своих округах, по возможности помогать врачам, тем людям, которые непосредственно занимаются сегодня, плотно столкнулись и продолжают рисковать своей жизнью ради нас же с вами. Поэтому, коллеги, очень большая просьба быть сегодня в некотором смысле на передовой. За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции мы вместе наградили студентов-медиков Северокавказской государственной академии, которые в период первой волны пандемии активно помогали медицинским работникам. Репортаж Руслана Джубкаева. С начала пандемии студенты-медики Карачаевой Черкесии активно принимали участие в мероприятиях, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции. Из-за бескорыстной вклада и помощи реализации всероссийской акции мы вместе отличившихся студентов приехал поздравить министр здравоохранения республики Казим Шаманов. Вы все выбрали эту профессию, вы все завтра замените тех, всех нас, которые со временем мы уйдем, а тот опыт, что вы получили, поможет вам правильно иметь моральный стержень в работе. Вы увидите и видите сейчас, насколько важна медицина. Вся страна это поняла. Вот во время пандемии все поняли, насколько важен каждый работник здравоохранения. Несмотря на загруженный учебный процесс, будущие врачи не желали оставаться в стороне. Понимая это, руководство Академии приняло решение сделать для них особый график учебы, что давало возможность не в ущерб занятиям работать во благо общества. Вклад в шлейф, который собственной жизни пути каждый из вас уже сделал, он говорит об очень многом. И постарайтесь, чтобы шлейф вашего жизненного пути, он формировался за счет точно таких же благородных многочисленных поступков, которые в конечном итоге позволят вам с высоко поднятой головой смотреть и вокруг, и смотреть на пройденный путь. Памятные медали и грамоты получили 66 студентов Академии, в том числе и студент четвертого курса Игорь Юрченко. Мы пошли работать просто туда, для того, чтобы помочь людям, которые нуждаются. Мы в основном помогали, привозили оборудование, устанавливали кровати, также помогали, где-то какие-то вопросы решали с ремонтом. Когда не было возможности врачам этим заниматься, мы помогали. Так что, ну, только для того, чтобы помочь окружающим людям. Сегодня, когда ты получил столь высокую награду, что ты чувствуешь? Есть честная гордость. Я очень рад за себя, за своих коллег, за ребят, что мы получили такую высокую награду. Всего с начала пандемии в волонтерской деятельности приняли участие более 200 студентов-медиков со всей республики. Это еще раз доказывает, что профессию они выбрали по зову сердца. Руслан Жукаев, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия. Ну, а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии местами кратковременные дождь и гроза. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 7-12, днем 17-22. В горах ночью до плюс 6, а днем до плюс 15. В северных, центральных и местами в южных районах высокая пожароопасность. В Черкесии кратковременный дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 9-11, днем 19-21 градусов тепла. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис Московский индустриальный банк. Это «Большие вести» в прямом эфире и мы продолжаем. Занятость молодежи, развитие инфраструктуры, контроль строящихся объектов. Такие задачи ставит перед собой новый мэр Карачаевского городского округа. Альберт Доттаев. Как изменится в ближайшее время облик Карачаевской, не только узнавала Алла Качиева. Работа на развитие. Главный ориентир нового мэра Карачаевского городского округа Альберта Доттаева. Стабилизация бюджета, уменьшение расходов, увеличение доходов – одна из главных его задач. Надо увеличивать доходы, сокращать расходы. Но расходы надо сокращать таким образом, чтобы ничего не пострадало. Поэтому надо думать и крутиться, как всё это сделать так, чтобы и город жил обычной жизнью округ. Чтобы всё убиралось, строилось, держалось в порядке, чтобы дети были накормлены, школы работали, отапливали, садики и так далее. Локомотивом развития Карачаевского городского округа должен быть туристический бизнес. Известные всесезонные курорты Домба и Тиберда будут обустраиваться. Земли округа, находящиеся в аренде и не использующиеся по назначению, будут изъяты. Хочу обратиться, пользуясь вашим телевидением, к тем, кто работает на Домбае. Значит, любые стройки на Домбае, любое выделение земли будет запрещено. Не знаю, насколько это обрадует народ, но мы не дадим больше разрешения на строительство, пока не освоим то, что уже строится, то, что недостроено. Потому что сегодня возникают вопросы, надо провести газ на Домбай. Даже вот недавно были у меня люди, негде провести электрический кабель. Будет проводиться мониторинг гостиниц, кафе и других объектов. Что касается незаконных построек и неуплаты налогов, то по ним будут также приняты жесткие меры, заявляет мэр. Составим перед этим всех объектов, гостиниц, кафе, которые там работают. И дадим им оценку в плане того, что кто из них работает, платит налоги, не имеет задолженности за землю, за имущество, налоги. Кто из них работает по серой схеме, а кто вообще нигде ничего не показывает. Мы их поделим на белых, серых, чёрных, так сказать. Ещё одно стратегическое направление – улучшение существующих и создание новых комфортных общественных городских пространств. Альберт Доттаев пообещал продолжить возведение социальных объектов и остановить хаотичную застройку. Мэр предложил продумать предпринимателям новый вид коммерческой деятельности. В Карачаевске первое, вот у нас есть несколько больших домов, которые 20 лет не строятся, и у них практически нет перспективы достроить. Они будут снесены. Те, то, что долго строятся, даже небольшие, отдельные там пристройки, стройки, с ними будем разбираться, то есть хозяева должны достроить или снести. Внешнему виду города, особенно в части дороги, проезжающей на Дамбай, Тебверду, там будут ужесточены требования архитектурные, ну, то есть город внешне должен украшаться. Есть старые дома, по ним отдельно мы будем решать, как внешний вид их привести в соответствующую норму. Внешнее и внутреннее содержание Карачаевского округа сегодня особо волнует градоначальника. Это и состояние домов, чистота и благоустроенность дворов, улиц, качество дорог, состояние парков и социальных объектов. Что касается строек в Карачаевске, больше хаотичных строек не будет. Больше в Карачаевске, хочу жителей предупредить, магазины строиться не будут. Строите все, что угодно душе, чтобы это была польза и для вас, дорогие сограждане, и для нас. Строите цеха, стройте всякие развлекательные вещи, чтобы это приносило пользу и городу, и вам. Но магазины городу пользу не приносят. Должны быть такие построенные объекты, где вкладывается труд. Эстетический вид города в ближайшее время будет приведен в порядок, обещает мэр Альберт Доттаев. Расположенный на берегах рек с численностью в 21 тысячу человек Карачаевск можно по праву назвать одним из красивых и молодежных городов. Также центром науки. А самое главное, он открывает ворота курортной зоны для туристов, приезжающих в Карачаево-Черкесию. Алла Качива, Расул Вердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. Предприниматели Карачаево-Черкесии приглашают получить льготные кредиты на развитие бизнеса. Процентная ставка всего 7,7. Размер кредита на любые смелые мечты. О том, кто выдает такие льготные деньги, узнавал Руслан Куркмазов. Работа мне нравится, потому что она несложная. Все наше производство оснащено хорошим освещением и автоматизированными швейными машинками. В день через сутки мастерицы швейного цеха проходит более 1 тысячи шапок. Предприятие занимается разработкой, производцами и продажей вязаного трикотажа для детей и взрослых. В этом году на фабрике решили удвоить обороты и обратились за получением поддержки в рамках национального проекта по развитию малых и средних предприятий. Все эти клиенты работают с отсрочкой платежа. То есть нам для начала нужно обеспечить сырье, фурнитуру и само производство. Соответственно, закупиться заранее. А денежные средства от клиентов мы уже получаем потом. Работа закипела, потому что есть и сырье, и контракты. Шапки из Карачао-Черкесии продаются по всей Российской Федерации для каждого региона своей модель. Вот такая вот яркая, тонкая для Красной Поляны и Сочи. А вот такая вот теплая, с мехом и с подкладой, чтобы голову не продувало, для Чукотского автономного округа. В качестве финансового партнера выбрали МСП-банк. 15 миллионов рублей уже получили и направили на закупку сырья. В итоге мастера шапок из Карачао-Черкесии до конца года обеспечены большими федеральными заказами. На льготную поддержку могут рассчитывать предприниматели организации, включенные в реестр МСП. Это микро-малые и средние компании. Банк оказывает прямую кредитную поддержку по льготным ставкам. Мы работаем в рамках льготных программ Минэкономразвития и Минсельхоза. Деньги удается получить быстро и выиграть драгоценное время. Это говорят предприниматели. Особенно важно для сезонных работ. Реализация банков МСП своей деятельности на территории Карачао-Черкесии решает очень важную инфраструктурную задачу в рамках помощи и поддержки предпринимателям. Это, в первую очередь, удовлетворение потребностей в дешевых денежно-кредитных средствах для предпринимателей. Банк в Карачао-Черкесии для развития микро-малых и средних предприятий уже в этом году выдал кредитов на сумму более 77 миллионов рублей. Льготные деньги могут получить и производители колбас, и модные кофейни. Самое главное – четко обозначить свою мечту об успешном бизнесе. Руслан Куркмазов, Рашид Токов. Вести. Карачао-Черкесия. Таким был четверг. Карачао-Черкесия. Прямо сейчас продолжение многосерийной драмы «Зови меня мамой». Приятного просмотра и ждите вести.